Сегодня у нас знаменательный такой скайп. Это подведение как бы большого итога всей деятельности меня как посланника Великого Белого Братства и всей миссии, которая была осуществлена Братством на протяжении 14 лет в России. Поэтому вот такой у нас сегодня важный скайп или собрание, как сказать. Я хотела бы сравнить учения, которые дают владыки с божественным цветком, который произрастает в душах людей. И владыки посеяли в душах большого достаточно количества людей, святоносцев, семена этого учения. И как любому растению, семенам этого божественного цветка учения угрожают различные опасности. Но для растения это засуха, различные сорняки и насекомые вредители. Точно так же есть свои трудности и у учения, как у божественного цветка. Но к основным таким большим трудностям или опасностям для учения я бы отнесла забвение учения, затем искажение учения и клевету на само учение и на посланника или учителя, как носителя учения. Забвение можно сравнить с засухой, потому что, чтобы не было забвения, нужно постоянно поливать. поливать учения с помощью божественной энергии тех людей, которые следуют этому учению, а также божественной энергии владык. Давайте выключимся и еще раз подключимся, если нужно. Ладно, подожди, сейчас попробую. Итак, мы с вами говорили о аналогии между растением и божественным цветком учения, который произрастает в душах людей. И мы говорили о том, что как растение, у которого есть такие опасности, как засуха, сорняки и вредители, точно так же и у учения есть свои опасности, которые ему угрожают. Одна из опасностей – это забвение, когда учение забывается. Другая опасность – это искажение учения. И третья опасность – это клевета. Искажение учения можно сравнить с сорняками, а клевету можно сравнить с вредителями – насекомыми, различными грызунами. И владыки посадили семена учения в душах достаточно большого количества людей, светоносцев. И получили первые всходы. И вот теперь учению угрожает три основных опасности. – это забвение учения, его искажение и клевета. Что касается забвения, то, конечно, здесь большую роль играют владыки. Тогда, когда они забирают божественную энергию, то тогда только с помощью памяти людей, которые читают это учение, можно его поддержать и пролонгировать действие этого учения в умах и сердцах людей. Что касается искажения учения, то это происходило всегда на протяжении тысячелетней истории человечества. Мы знаем, что стало с христианством, из которого изъяли сначала реинкарнацию, потом закон кармы и сейчас уже и нравственный закон пытаются изъять. То есть это перманентный процесс. И единственное, что может предотвратить искажение учения, это наличие воплощенного учителя, который является носителем этого учения. И следующий момент, который угрожает учению и источнику учения учителю, это клевета и ложь. Потому что если источник, в данном случае мы говорим про меня как про посланника, о клеветах, то тогда всё учение идёт на смарку, оно теряет свою силу. И защитить посланника от клеветы – это задача общины. Это учение, которое дают Владыкин на протяжении уже миллионов лет, оно опирается на три основных столпа. Это Будда, Будда, Дхарма и Санха. Будда – это носитель учения, Дхарма – это божественный закон или само учение. И Санха – это община. Если нет хотя бы одного из этих элементов, то учение не может быть адаптировано людьми. Оно не может быть сохранено, оно не может быть передано, оно не может распространяться. Мы получили очень большой удар в 2007 году, когда господь Майтрея обратился тогда в Москве на собрание и попросил позаботиться о посланнике. После этого уже 12 лет прошло, то есть полный почти космический цикл прошёл, и всё, что происходило, явилось просто следствием этого выбора. Потому что без защиты учителя, без создания для него достойных условий, без почитания учителя, уважения учителя и подчинения учителю, никакое учение не сможет прижиться ни в какой стране мира. И сейчас мы просто сталкиваемся со следствием этого выбора, который произошёл практически 12 лет назад. И я вынуждена констатировать, что... Ну и владыки сами говорили о том, что миссия в России завершена, и теперь они просят прекратить всю деятельность в России. Вот. А теперь я готов ответить на ваши вопросы.